Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить салат под названием Красное море. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь необходимо замариновать лук. Для этого нам понадобится, собственно, сам лук весом около 100 граммов. Желательно использовать красный лук, все-таки море у нас красное, но подойдет и любой другой. Лук необходимо нарезать. Я предпочитаю здесь использовать нарезку перьями, но можно нарезать и обычными тонкими полукольцами. В нарезанный лук добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и сок 1 лайма или лимона. Затем тщательно перемешиваем лук, а потом оставляем его мариноваться на 15-20 минут. К слову, вместо лаймового или лимонного сока, в принципе, можно использовать пару столовых ложек яблочного или винного уксуса. Сразу же можно приготовить и майонезный соус. Для этого нам понадобится 3 предварительно отваренных вкрутую яйца. Перекладываем их в чашу для погружного блендера, а затем сюда же добавляем 50 мл оливкового или любого другого растительного масла, 80 мл обычной воды, половину чайную ложку соли, половину чайной ложки сахара, 1 столовую ложку сока лайма или лимона или обычного уксуса, а также по желанию можно добавить 1 столовую ложку горчицы. Ну а дальше, как при приготовлении обычного майонеза, пробиваем все содержимое чаши погружным блендером. Несмотря на то, что в интернете этот соус называют безопасным вариантом майонеза, на мой взгляд, это все-таки соус со вкусом, приближенным к майонезному. На настоящий майонез он только похож. Как вы видите, сразу после приготовления соус получается немного жидковатым, но если он постоит в холодильнике пару часиков, то загустеет и визуально не будет отличаться от обычного майонеза. Отставляем пока майонезный соус в сторону и берем 300-400 граммов сладкого красного перца. Очищаем его от семян, а затем нарезаем тонкой соломкой. Высыпаем нарезанный перец в салатную миску и берем 300-400 граммов красных же помидоров. Рекомендую выбирать помидоры мясистых сортов типа сливки, поскольку нам понадобится только мякоть, а водянистую серединку с семенами необходимо будет удалить. Оставшуюся мякоть помидоров нарезаем такой же тонкой соломкой, как и сладкий перец. А затем отправляем нарезанные помидоры к нарезанному ранее перцу и берем 300-400 граммов крабовых палочек. Рекомендую выбирать свежие крабовые палочки, поскольку они более сочные, но и замороженные тоже подойдут. Крабовые палочки нам нужно нарезать такой же тонкой соломкой, как и перцы с помидорами. Поэтому разрезаем каждую палочку сначала пополам, а затем каждую половинку разрезаем вдоль и уже эти две половинки нарезаем тонкой соломкой. В результате получается вот такая соломка, которая потом в процессе перемешивания еще раз лоится. Нарезанные крабовые палочки отправляем в общий салатник и берем 100-150 граммов любого твердого сыра. Сыр можно натереть на крупной терке, но я предпочитаю нарезать его тонкой соломкой, стараясь подогнать ее размер под размер нарезанных ранее перцев и томатов. Отправляем нарезанный или натертый сыр в общий салатник, а затем сюда же добавляем красный лук, который к этому времени уже успел промариноваться, стараясь по максимуму отделить его от сока, который выделился. Теперь можно приготовить заправку для салата. Берем 2 столовые ложки натурального йогурта без наполнителей или самой обычной сметаны. Добавляем к йогурту 2 столовые ложки приготовленного ранее майонезного соуса, а также 1 чайную ложку зерновой дижонской или французской горчицы, 1 чайную ложку сладкой американской горчицы и цедру одного лайма или лимона. Тщательно перемешиваем все составляющие салатной заправки, а потом выливаем ее в салатную миску с нарезанными овощами, крабовыми палочками и сыром. Хорошо перемешиваем салат с заправкой и вот тут самое важное, этому салату обязательно нужно дать время настояться, хотя бы 2-3 часа. За это время соки, овощи, специи и заправки соединяются и пропитывают салат, благодаря чему он и приобретает свой неповторимый вкус и аромат. Отмечу, что салат не течет, поэтому его можно смело готовить накануне, что очень удобно, когда нужно готовить большое количество блюд на праздничный стол. Поэтому затягиваем салатник пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Настоявшийся салат перед подачей по желанию можно украсить несколькими листиками свежего базилика. Конечно же, можно не обращать внимание на название салата и использовать овощи не только красного цвета. В любом случае у вас получится очень оригинальный, хрустящий и сочный салат с гармоничным тонким вкусом и невероятно аппетитным ароматом. Такой салат может стать не только украшением любого праздничного стола, но и идеальным дополнением бокала белого вина, романтических свеч и приятной компании. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь! У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам здоровья и чистого неба над головой! Берегите себя и своих близких! Приятного аппетита и до новых встреч!